Всем привет, дорогие друзья! Давайте кратенечко, кратенечко про матч с Краснодаром. У нас уже на носу матч с Уралом, не менее, может быть и более важный, чем с Краснодаром, учитывая турнирное положение Локомотива. Да, у нас есть еще определенные какие-то шансы на попадание в тройку, но с каждым таким вот матчем, в котором мы не одерживаем победу, хотя имеем преимущество над соперником, шансов зацепиться даже за тройку все меньше. А матч с Уралом вполне может стать последним матчем в розыгрыше этого Кубка России. Ну, в общем, нету ощущения, что в турнире присутствуют команды, которые Локомотив не может обыграть в принципе. То есть такое ощущение, что Кубок России Локомотив взять может, потому что с кем мы не играем, хуже не выглядим. Выглядим лучше, но забивать не можем. Вот и Краснодару забить так и не смогли. И победный гол, хотя давили, моменты имели, выходы один в один имели, два в одного имели. Но что-то вот как-то не идет у нас в мяч ворота. И с этим есть определенные проблемы. Давайте во всем по порядку. И, естественно, начинаем с стартовых составов. У Локомотива неожиданно достаточно оказалось много проблем с этим стартовым составом. У нас еще в матче против Балтики получил повреждение Наир Текнезиан. У нас Карпукас был удален в матче с Сочи. У нас Пеняев получил четвертую желтую карточку и был дисквалифицирован. И как бы с этими потерями мы смирились за время вот этой паузы на сборной. И, ну, казалось, что, ну, каждого из этих ребят можно заменить. При всей моей любви к Артему Карпукасу в стартовых трех матчах он какого-то хорошего уровня не показал. У него были огромные проблемы с физической формой. Прям чувствовалось, как ему тяжело находиться на поле минуты из десятой любого матча, в котором он принял участие. И, ну, собственно, красная карточка была следствием того, что он очень сильно уставал по ходу игры и нуждался в замене. Поэтому, ну, даже Марио Митой смотрелся гораздо более интересно на этой позиции, чем Артем Карпукас. Сергей Пеняев просто не был основным футболистом Локомотива и, пускай, довольно активным, но именно эффективности в действиях Сергея Пеняева так за год и не появилось. Ну и Найрти Кнезиан, вот эта потеря, наверное, самая большая и самая главная, но от этого никак не застраховаться. Поэтому у тебя просто должен быть запасной вариант на случай травмы любого футболиста, даже такого, как Найрти Кнезиан, лучший, наверное, уже не лучший бомбардир в составе нашего клуба, но один из лучших точно. Вот, но, к сожалению, к этим травмам, к этим дисквалификациям добавилась и еще головная боль у Галактионова. И, в частности, несмотря на то, что еще в четверг нам показали кадры с тренировки, в которых были и Артем Дзюба, и Жорзинонь Емси, на матч против Краснодара ни того, ни другого не вышло и не было даже в запасе. Как стало сейчас уже известно, у Жорзинонь Емси достаточно серьезное повреждение, которое его выбьет на несколько недель, то есть практически на месяц минимум. А Иван Карпов говорит, что может быть даже и до конца сезона, если восстановление затянется, а такое вполне может быть. У Дзюбы вроде все попроще, все полегче, и он уже может быть готов на игру с Уралом, но на игру с Ахматом так уж точно должен быть готов. И это все возвращает нас к тем самым многочисленным видео, которое я записывал во время второго сбора Локомотива, в котором я бил в набат и говорил о том, что Локомотив, одумайся, Локомотив, посмотри на свой состав. Если у вас не будет Артема Дзюбы, то кто будет вашим основным нападающим? Тимур Сулейманов эту тему не тянет. Он хороший вспомогательный нападающий, он хороший человек, который может выходить по ходу матча, добавлять какой-то активности, помогать Артему Дзюбе или просто заменяя его, откликаться на какую-то борьбу, которую навязывают ему соперники. Как основной форвард Тимур Сулейманов, ну, немножко идет в разнобой с главными атакующими силами Локомотива, с Максимом Глушенковым, с Антоном Миранчуком, с крайними защитниками Локомотива. То есть он не совсем успевает за ритмом игры. Он активен, он хорошо навязывает борьбу, он возвращается назад. В этом никаких вообще претензий к Тимуру Сулейманову нет, он прекрасный. Но как человек, который должен где-то собраться и завести на матч, здесь Тимур Сулейманов не справляется. И на данном этапе, я думаю, что, ну, странно будет от этого от него ожидать. Плюс, плюс к этому Тимур Сулейманов давал интервью во время межсезонья. Он у нас ярый мусульманин, соблюдает пост. И как и многие люди данного вероисповедания, футболисты данного вероисповедания, его просто откровенно не хватает на матч. И сейчас мы видим бледную тень Тимура Сулейманова. Его меняют как раз с формулировкой, что у него не хватает сил из-за поста. Да, это прямая стата Галактионова. Ну, можно по-разному к этому всему относиться. Будем уважать веру Тимура. Но для Локомотива это, конечно, ну, ситуация очень стрессовая. А Артем Дзюба это человек, который будет получать травмы, повреждения. И надеется, что он сыграет, там, не знаю, 15 матчей за эту весну. Не приходится. Дай бог, если там 7-8 матчей отыграет в полную силу Артем, это уже будет хорошо. В остальных его нужно будет поберечь, особенно если мы будем дальше заходить в какие-то высокие стадии кубка. И что сделал Локомотив, глядя на всю эту ситуацию? Локомотив решил приобрести Саида Хамулича. Человека, который, ну, на мой личный взгляд, вообще не пригоден к позиции центрального нападающего. И тоже, опять же, обращаясь к пресс-конференции Михаила Галактионова. Галактионов говорит о том, что, ну, это абсолютно другого типажа футболист, нежели Сулейманов и Дзюба. Дзюба и Сулейманов любят позиционную атаку, любят борьбу, любят контактный футбол. Хамуличу нужно пространство. В этом матче во втором тайме действительно у Локомотива это пространство появилось. И в целом выход Хамулича, ну, не то что напрашивался, но был логичным. Еще бы хотелось, чтобы Вадим Раков вышел тоже куда-то. Возможность такая была, мы просто решили не использовать возможность заменить пятого футболиста. Мне кажется, что Раков тоже был бы полезен в матче против Краснодара. Но именно как центральный нападающий Хамулич достаточно бесполезен, потому что, ну, класс футболиста не самый высокий. Можно все это нивелировать, да, как тот же Краснодар использует какого-нибудь Алсигуна на фланге. Тоже не самого высокого уровня футболиста, но обладает высочайшей скоростью. И благодаря этой активности, благодаря тому, что команда создает ему пространство для того, чтобы бегать, Алсигун Краснодару приносит много пользы. Вот ту же самую много пользы можно сделать так, чтобы приносил Хамулич, да, игрок-функция. Но на позиции центрального нападающего нам нужен не просто игрок-функция, нам нужен человек, который помогает Глушенкову, помогает Мернчуку, помогает Текнезяну, помогает, там, не знаю, Самошникову, врывающемуся в штрафное. А вот этого мы, к сожалению, не видим ни от Тимура Сулейманова, ни от Саида Хамулича. Травма Жорзино-Немси здесь скорее в этом плане только в плюс. Локомотива пошла, мне вообще не понравилось, как сыграл Немси в первых трех матчах. Очень много грубых ошибок, защитников оценивают именно по ошибкам, которые они совершают. И с первого же самого матча, в первом матче против Динамо, наверное, чуть в меньшей степени это проявилось. Ну, а матч против Балтики и матч против Сочи, это уже, конечно, ну, прям совсем странно было наблюдать за игроком Лиги 1 французской на уровне не самых сильных команд России. Сочи, Балтика, последние места. Но Лисакович возил Немси, сочинские ребята там выпрыгивали Немси, им никакой борьбы не навязывало. Это было просто странно смотреть. И хотелось возвращения пары в фасон Морозов. Вот она вернулась. И от фасона с Морозовым у меня ощущение какого-то вот непонимания того, что происходит на поле, у меня не возникало. Поэтому, ну, я надеюсь, что эта пара продолжит выходить дальше. Тем более, что, ну, вот Кордова, один из самых сильных нападающих нашего чемпионата. В принципе, Морозов, его второй матч подряд, вполне с ним справлялся. Да, где-то при помощи рук, да, где-то заработал желтую карточку. Да, был эпизод в концовке матча, где Кордова пятерых наших игроков умудрился оставить с носом и отдать передачу на спирцианы. Но там Кордова был в офсайде. Соответственно, возможно, если бы он не был в офсайде, мы просто не дали бы мяч принять. Да, ну, такое умозрительное заключение. Но, опять же, да, Кордова просто один из самых сильных нападающих нашего чемпионата. Поэтому нет ничего удивительного, что там какой-то эпизод где-то он у кого-то выиграет. В массе своей, там 95% единоборств, Морозов и Фасон у Кордова все-таки отняли и не дали ему ничего опасного создать. Удары заблокировали, верховую борьбу выиграли. Где-то потолкались, где-то фолом срывали атаку. В общем, молодцы. Я вообще не уверен, что будь в этом матче Жорзино не МС, и Кордова не убегал бы от него, как он это делал от Конти. Поэтому, ну, я думал о том, что после перерыва на сборной Фасон должен возвращаться в состав Локомотива. Этому помогла травма, да, точно так же год назад травму получил Конти, после чего мы его вообще не видели. И было это тоже в паузу на сборной. Так что, как говорят, история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Вот, видимо, сейчас у нас стадия фарса началась, потому что те усиления, которые Локомотив провел в межсезонье, Жорзино не МС, Саид Хамулич, ну, прямо скажем, не вызывают восторгов лично у меня. Сказать, что Локомотив за это межсезонье стал гораздо сильнее я не могу. Ну, только за счет появления такой боевой единицы, как Алексей Батраков. Алексей Батраков дебютировал за Локомотив, дали ему 30 минут игрового времени, которые превратились практически в 40, потому что было 8 минут добавлено, и сверх этих 8 безбородов дал сыграть еще одну лишнюю минуту. Так что полноценнейший дебют Алексея Батракова ни на минуту в концовке, ни на две, ни в кубке в каком-нибудь неважном матче, а полноценнейший дебют при счете 0-1, не в нашу пользу, Галактионов доверил Батракову довольно важную позицию опорного полузащитника, заменил Батраков Митая, играл по позиции, и, ну, надо сказать, что очень-очень даже добротный получился дебют у Алексея Батракова. На моем бусте-канале вышел разбор игры Батракова всех игровых эпизодов, в которых он принял участие, поэтому подписывайтесь, там с видео все, как вы любите, интересно, можете посмотреть, и прям концентрировано 7 минут игры Батракова в этом матче. Было пару ошибок, было не без этого, конечно, и надо сказать, что в концовке матча очень сильно поле подвязло, и, например, несколько эпизодов не сыграли в нашу пользу, как раз из-за того, что мяч отказывался по этому газону катиться с нужной скоростью. Там и Хамулич бежал по флангу, мяч затормозил, и Хамулич мимо него пробежал, и Жамалединов терял мяч, потому что, ну, не катится этот мяч. И атака, которой вот два в одного мы выходили на ворот Сафонова, тоже Хамулич вроде отдавал передачу, вроде она нормальная, логичная, но силы этой передачи не хватило, и мяч в итоге завяз, появился шанс у защитника Краснодара мяч выбить. Вот, но надо сказать, то, что в эти свои 40 минут все опасные моменты, которые Локомотив создал, так или иначе, в них принимал участие Алексей Батраков. Да, в моменте с голом это было минимальное участие, он просто отдал передачу, по-моему, на Дмитрия Баринова, не самую поперечную, не самую сложную, да, ну, просто такое развитие атаки на несколько метров в бок. Но в выходе два в одного именно Батраков отправлял передачу на Жамаледдинова, причем ему нужно было выцарапать этот мяч сначала у игрока Краснодара на линии нашей штрафной. И был еще эпизод, когда он простреливал с фланга, и Саид Хамулич пяткой переправлял мяч на дальнюю штангу. Влад Сарвели чуть-чуть эту самую дальнюю штангу закрыть не успел, но эпизод хороший, и Влад Сарвели, на самом деле, большая умница. Очень странно, почему мы его не видели в двух предыдущих матчах, на самом деле, в игре с Динамо Сарвели показал, что он в большом порядке. Потом мы его не видели с Сочи и Балтикой, командами гораздо более низкого уровня, чем Динамо. И снова видим его против Краснодара, тоже против очень сильной, организованной команды, с хорошим подбором исполнителей. В этой игре Влад Сарвели отдает голевую передачу, спасает нам матч. В общем, логика Галактионова, честно говоря, от меня сильно ускользает по выбору игроков, которые выходят на замену, которые выходят в стартовом составе уж на Балтику. Влад Сарвели-то точно напрашивался и как будто бы должен был играть с первых минут. Тем более, что сборы Влад Сарвели, напомню, провел очень здорово и был одним из лучших бомбардиров нашей команды. Почему он не выходит на матчи российской премьер-лиги, в том числе в стартовом составе, для меня пока большая загадка, особенно вот сейчас, когда нету Артема Дзюбы. Ну, вроде как сам бог велел пытаться играть Галушенков в Сарвели, а Тимур Сулейманов уже со скамейки бы помогал и добивал раненого зверя. Но что творится в голове у Галактионова, честно говоря, мне сложно понять. Рад хотя бы за то, что поработав две недели, еще две недели с Батраковым, Галактионов все-таки решил, что, ну, наверное, этот парень что-то может. Вот, и можно его выпускать. Лишь бы не получилось, как с Сарвели, когда хороший матч провел Батраков, но следующие две игры мы его снова не увидим. Было бы странно, но вполне в духе Михаила Галактионова. Счет матч 1-1, да, я про это вообще ничего не сказал. Локомотив сыграл в ничью, пропустили мы опять с углового. Причем, ну, Галактионов на пресс-конференции говорил, что команда знала, что Спертиан закручивает мяч на ближнюю штангу, чтобы мяч в ворота летел. И мы это часто видели, в том числе в предыдущих двух играх с Краснодаром. Спертиан действительно очень часто закручивает мяч. И с этого возникают опасные моменты. Нужно закрывать ближнюю штангу. Обычно это делал Дмитрий Баринов, но почему-то на 10-й минуте игры мы забыли про это. И для всех игроков Локомотива стало шоком, что мяч летит в ближний угол. И Тимур Сулейманов на всех парах решил в подкате команду спасти, но в итоге ее похоронил. Потому что, ну, без этого касания, без рикошета от ноги Сулейманова, мяч хотя бы, там, не знаю, где-нибудь в колени бы Лантратову прилетел. А так, благодаря этому поднялся повыше и чуть ли не по телу Лантратова влетел в ворота. Трагическое сечение обстоятельств. Удивляюсь, конечно, тому, как, ну, вот какая-то шляпа совершенно залетает в наши ворота. А нам при этом, ну, рикошеты, ну, вообще не помогают. Да, вот эпизод с Хамуличем вспоминая. Ну, от пятки, ну, мяч мог отскочить в голову Сарвеля, и тот бы вгонял его в пустой угол. Но нам не везет. Вот все делаем правильно, все делаем как надо. Нам рикошеты не помогают. Они помогают исключительно соперникам. После касания ноги Сулейманова мяч мог вполне полететь мимо ворота. Или он мог полететь в Лантратово. Или мог Сулейманов, там, не знаю, выбить мяч куда-нибудь. Но нет, он летит именно так, что никаких шансов в команде вообще не остается. Обидно, но не сказать, наверное, что это был прям единственная возможность Краснодара забить гол. Были другие возможности, где оборона локомотива уже, вот как я говорил, справлялась, блокировала удары. И Лантратово по большому счету до 98-й минуты в игру вступать не приходилось. Это хороший показатель. На 98-й минуте немножко мы не разобрались с тем, как на чужой половине поля играть по мячу. И Краснодар провел быструю атаку. Банец качнул фасона, ушел вбок и пробил в ближний угол. Лантратов спас. Должен был спасать, но удар был хороший, плотный. Так что Лантратов молодец, что на 99-й уже минуте сохранял концентрацию и потащил этот мяч. Я думаю, что для Лантратова это тоже важно. Как-то вот у него в стартовых четырех матчах не очень получается именно с сейвами, не очень получается тащить локомотив, как он это делал в 2023 году. Думаю, что для уверенности такой моментик ему тоже был нужен. А то у нас фактически каждый удар в створ это гол, в котором Лантратов по сути сделать особо ничего и не может. Главное, наверное, впечатление у меня от этой игры, что действительно спустя месяц после окончания нашего межсезонного цикла локомотив пришел в себя, потому что эта игра, конечно, ну вообще не была похожа на три предыдущих, где локомотив сдыхал каждый раз по истечении там 10 минут, 15 минут. Ну то есть 10-15 минут мы играли прямо очень здорово, а потом не играли вообще и в концовках добавляли, потому что того требовал счет. Но там с Балтикой, например, совсем грустно было на это смотреть. Мы даже на финальный навал сподобиться не получалось у нас. Матч с Краснодаром был вполне цельным, за исключением, наверное, отрезка в начале второго тайма, где у нас после замен мяч вообще не получалось довести до чужой половины поля. Как-то вот передачки стали очень сильно хромать, причем разом и у всех. Там и Антон Миранчук плохие передачи начал отдавать, и у Рефата Жамалединова не получалось контролировать мяч и обрабатывать этот мяч. И Батраков пока еще не очень освоился. В общем, как-то вот резко разом Локомотив перестал цепляться за мячи на чужой половине поля, и этим начал пользоваться Краснодар, начал давить. Но, слава богу, у Краснодара тоже свои игровые проблемы есть, поэтому до каких-то внятных моментов ворот Ландратова доводить не получалось. Но уже где-то там, не знаю, минуты 70-й, 75-й Локомотив снова начал давить на ворота Краснодара, собственно, создал вот этот вот основной пласт моментов, один из которых завершился голом. Выходит Локомотив из своей функциональной ямы, точно так же, как это было и летом спустя месяц, точно так же, как это было прошлой зимой, год назад, тоже месяц нам понадобился, чтобы дальше уже начать по восходящей идти и даже перебегивать своих соперников и быть гораздо более активными. В этом плане для меня будут очень важными следующие две игры. Все-таки Краснодар команда обученная, команда сильная, и ожидать, что Локомотив там 100% должен побеждать Краснодар, ну, мы не можем, тем более с такими трагическими случайностями, как автогол Сулейманова. Вот, а игра с Уралом и игра с Ахматом, это, конечно, игры совершенно другой категории. Здесь Локомотив должен быть сильнее физически, Локомотив должен быть сильнее по своему мастерству, и если все это сложится, то, ну, мы должны увидеть что-то похожее на матч, последний матч зимы прошлого года, когда мы абсолютно не оставили никаких шансов Уралу, просто переехали, по-моему, 2-0 в итоге выиграли, но там главное было, что у ворот Лантратова просто вообще ничего нету, а вся игра только у ворот Урала, и два абсолютно закономерных гола мы забили. Вот, жду чего-то подобного, надеюсь, что, собственно, именно это я и увижу. С Уралом в этом сезоне мы играем много, играем часто. Поражений, насколько я помню, не было только в серии пенальти в Кубке, где, ну, это можно было себе позволить. Здесь уже не надо доводить до дополнительного времени. Мы уже посмотрели, как команда бьет пенальти послематчевые. Давайте просто в основное время спокойно, матч в среду, спокойно на позитивной ноте его завершим, получим позитивные эмоции, поедем в Грозный, обыграем Ахмат, и дальше уже понакатаны, понакатаны соперники. Все сильные, там у нас и Спартак, и ЦСКА, и Рубин, который на ходу, и Ростов потом, который просто рвет и мечет. В общем, нам сейчас положительные эмоции от победы очень нужны. Заряд определенных позитивных эмоций мы уже получили в матче с Краснодаром, отыгрались против сильного соперника, и в целом, ну, команда тоже чувствует, что, а, ну вот мы можем, мы теперь, мы можем играть в футбол. То у нас Балтика две недели назад гоняла по своей половине поля, а тут мы уже с Краснодаром играем с позицией силы, с преимуществом. Это все, конечно, ребята чувствуют, и теперь нужно это закрепить просто победой над Уралом. Вот, не получилось коротенечко, но подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте. Все это, как обычно, будем освещать жизнь локомотива в этом сезоне, как обычно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok